Улыбки и смех. Такую картину сейчас можно увидеть на левобережной набережной. Несмотря на рабочий вторник, кажется, что здесь собралась половина Красноярска. И непонятно, то ли первый день лета так повлиял на горожан, то ли половодье, благодаря которому люди смогли ощутить себя будто на курорте. Несмотря на всю серьезность ситуации, сейчас это место для красноярцев больше как развлечение. Люди приходят сюда посмотреть на уток, прогуляться по затопленным дорожкам и прокатиться на вот таких импровизированных лодках под названием сапборд. Есть и те, кто просто пришли на набережную, чтобы расслабиться, поболтать ногами в воде, прокатиться на велосипеде по подтопленным дорожкам или, например, искупать собаку. И глядя на эту картину, кажется, что красноярцы просто истосковались по таким взаимоотношениям с водой. На самом деле, мне кажется, в прошлый год так не подтопляло, но для всего города стал такой аттракцион. Прийти на набережную, там на качелях, на лавочках походятся. Ну и вот умельцы в том числе арендуют сапы. У нас еще более-менее все безобидно. Вот когда подтопляют там уже поселки, деревни, это, конечно, стихи, это очень страшно. А у нас это пока больше как развлечение, поэтому вот в таком формате это не так страшно. Ну это больше всего как, можно сказать, ноу-хау для города. Раньше ходили, чуть-чуть ниже спускались, а сейчас вот даже посмотришь вот на эти качели, как люди качаются над водой, просто получают какое-то вот наслаждение. Несмотря на всеобщую городскую радость, у специалистов есть серьезные опасения насчет нынешней ситуации. Только сейчас, говорят, в Енисейском бассейновом водном управлении приток ГЭС составляет почти пять с половиной тысяч кубических метров в секунду. И специалисты уверены, что эта цифра будет только увеличиваться. Максимум, который может наждать – 12 тысяч. Это больше, чем в 2006 году. Тогда под воду ушел практически весь остров отдыха. Сейчас же, по прогнозам специалистов, если ситуацию не удастся стабилизировать, затопить может большую часть острова Татышев. Сейчас гидромет оценивает половодие у нас, что повторяемость один раз в сто лет. У нас есть правила разработаны. Согласно этих правил, мы имеем право расход сбрасывать. То есть есть декларация безопасности на Красноярской ГЭС, в которой тоже записано, что при прохождении паводка 1% обеспеченности расход составляет до 12,5 тысяч. Но учитывая то, что прогноз был получен заблаговременно, мы два месяца ведем подготовку, возможно, получится снизить вот этот максимальный расход, который будет проходить в городе, до 8 тысяч. Тем не менее, городские власти открыто заявляют, что ситуация критическая и готовиться нужно к еще большим затоплениям. Еще одна проблема, говорят в администрации, в том, что часть жилых домов в июне может остаться без электричества. В основном это грозит старым постройкам, у кого блоки электропитания находятся в подвалах. Возможны перебои в электроснабжении при повышении уровня сброса свыше 8 тысяч кубометров в секунду воды на Красноярской ГЭС. Возможно подтопление объектов электроснабжения, которые могут повлечь за собой и другие отключения. В системе горячего водоснабжения, в системе холодного водоснабжения и в системе жизнедеятельности и обеспечения многоквартирных домов. В зоне подтопления находятся и частные дома. Уже сейчас вода подходит впритык к удачному и лалитинам. Конечно, говорят городские власти, они попытаются сделать все, чтобы обезопасить горожан. Но риски все равно есть. Например, уже завтра в Красноярске пройдет совещание со специалистами по чрезвычайным ситуациям. И вполне вероятно, что в городе введут режим ЧАЭС. Полина Михальчук, Александр Кальтер, Новости ТВК.